друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр уралки и сарафана да это часть 3 марлезонского балета на сегодняшний балет уралочки и сарафана но прежде чем мы с вами перейдем друзья мои к обсуждению уралки и сарафана я хочу поздравить женскую часть моего моих зрителей поздравить кого-то уже поздравить с праздником 8 марта да у кого-то праздник уже наступил ну а кому-то пожелать с наступающим праздником всех девочек девушек женщин весь мой женский состав я хочу поздравить с этим праздником и пожелать здоровья крепкого счастья долгих лет жизни любви всяческого благополучия и конечно же пусть сбывается ваши самые сокровенные мечты и желания всего вам самого наилучшего ну что мы с вами продолжаем с того самого момента на котором друзья мои мы остановились не так понравилось как уралочка сегодня одаривала я бы сказала осыпала комплиментами сарафана то друзья мои сказала что он хохотушка да кто-то скажет нифига себе хохотушка но об этом уже с вами поговорили ну а потом сказала ой щечки то у тебя розовые да уралочка ты прям про него как про красную девицу ну что ж как говорится у каждого свои моменты далее опять трясет пакетами с едой наша 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 видно все ждет не дождется уже мысленно поедает шашлык и опять я смотрю друзья мои наш мужик олег нанизывает мясо на шампур эх вася вася эх олег олег да ну да с другой стороны друзья мои как нам сегодня сказала уралочка мужчина занимается мужской работой все правильно мужик олег занимается мужской работой нанизывает мясо на шампур ну что ж ну а хохотушку друзья мои сарафана будем поздравлять завтра с праздником восьмое марта да как то так как говорится договорились ну что уралочка говорит ой холодно в этот момент сарафан мечтательно произносит второй раз открыли сезон сарафан ты знаешь таким успехом вы можете уже нету не второй а двадцать второй ли сто второй открыть за неделю вам то какая разница да стой да дожарь как говорится ну а уралочка и говорит ну мы ж не только приехали шашлыки сюда пожарить у нас же тут мол типа всякие разные дела ну да уралочка мы поняли кто зачем ехал ты точно ехала с шашлыками далее друзья мои здороваются с соседями да здесь как всегда дядя петя и тетя наташа ну а про дядю петю она точно сказала я думаю скорее всего там была и тетя наташа да но в любом случае даже если был один дядя петя они поздоровались с соседями все а у меня вопрос на засыпку а чего это наши гостеприимные не пригласили дядю петю к столу ведь это практически уже родственник сосед такой да ближайший на которых они оставляли дачку и кур своих оставляли да но тогда еще у них кур не было они их после после моря взяли но все равно ведь приглядывали за ними дядя петя и тетя наташа оставляли урожай который они поливали там всяко разно да ухаживали за ним и так далее ведь нам рассказывали про то какая уралочка уралочка нам вот на днях рассказывала какая же она радушная гостеприимная хозяйка уралка но вот когда вы готовите шашлык вы никогда практически за редким исключением не приглашаете своих соседей с которыми вообще по идее да можно было бы общаться очень и очень хорошо в общем ладно друзья мои как всегда я смотрю на шашлык а там как всегда черте что и сбоку бантик вот эта вечная кожа черте что наберут с этой кожей все потом горит и так далее неужели нельзя купить нормального мяса даже если это курица куриное филе взять да нормальное что-то взять опять же замариновать хорошо сделать самим ведь тоже можно да а если вы покупаете уже как говорится замаринованное мясо то возьмите что-то нормальное нет вот вечно с кожей совсем вот это наберут вечно черте что ну ладно как говорится на вкус и цвет товарищей нет и тут же она говорит ой а дядя петя здесь у нас а не говорит тут постоянно да у нас говорит тут все благодаря дяди пете находится под охраной о как уралочка а мне кажется тебе в таком случае давным-давно пора сплатить зарплату охраннику дяди пете как охраннику да друзья мои ну а чего бы собственно и нет ну а затем друзья мои уралочка говорит ой у здесь скоро у здесь скоро куда говорит он пошел не знаю дождусь ли я его ребят в этот момент мне стало смешно уралочка так говорит дождусь ли я его словно знаете сейчас она у нас как спринтер стартанет куда-нибудь подальше да либо куда-нибудь на дискотеку либо куда-нибудь в караоке бар петь какие-нибудь свои песенки джин 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 друзья мои да что нибудь из этой серии далее учит сарафана нанизывать мясо на шампур ну и собственно момент я бы сказала сама кульминация уселись садитесь жрать пожалуйста да как джентльменах удачи ну что уселись друзья мои жратенько сарафан сказал что у него полные штаны но мы конечно помним прекрасно ту ситуацию когда помните они сидели на аттракционах в парке аттракционов и когда уралка с сарафаном рассуждали что нужно обязательно прежде чем идти на аттракционы надо иметь про себе вернее на себе памперс да сарафан мы конечно понимаем что вы постоянно возможно ходите в памперсах но все таки можно как-то выбирать выражение да особенно учитывая тот самый момент что вы сидите за столом ну да он сказал конечно же что радости полные штаны все же друзья мои кто его знает что у него там в штанах тем более учитывая тот самый момент что сзади постоянно штанцы как-то висят очень подозрительно ну и что тут же начал пихать себя это мясо как с голодного края господи ты боже мой опять как век не жравший уралка в конце концов да покорми ты его когда-нибудь нужно противно смотреть на твоего вот этого бедного несчастного кишкоблуда у которого просто вот все мысли исключительно вокруг жрачки больше ничего ну собственно как и уралки уралка друзьям а сарафан молодец сарафан тут же уралки кетчупа тоже туда навалил к мясу нагреть ой нет нет кетчуп то я не ем парни то мои едят а я не ем уралочка а что это такое а почему это твой прекрасный муж не знает что ты ешь а чего ты не ешь да вот мне просто интересно вот просто опять же друзья мои очень интересно когда люди живут в браке когда люди живут вместе когда люди вообще живут вместе уже больше недели больше двух недель до больше месяца вместе и так далее то люди знают прекрасно привычки пристрастия вкусовые пристрастия в том числе друг друга прекрасно знают что кто ест кто что не ест кто что любит кто что не любит но в любом случае да то есть есть определенные какие-то продукты которые допустим не будут предлагать муж жене а жена мужу зная прекрасно но не любит на дух не переносит но здесь же Друзья мои, Сарафан показал, насколько он знает прекрасно Уралку, да, Уралочка? Вот, ты знаешь, все-таки правды, как говорится, не скрыть, да, да. Сарафан вообще не знает, что ты любишь, чего ты не любишь. Собственно, точно так же, друзья мои, как и Уралочки, плевать с высокой колокольни. Помните, когда Сарафан в свое время отказывался от Петрушки, Уралка постоянно подспасыпала его еду именно Петрушкой. Далее, далее, значит, сидит, ест, а она говорит, ой, а они-то это едят, а я-то не ем. Ну да, Уралочка, ты-то у нас вообще, конечно, малоешка та еще, ты у нас никогда ничего не ешь, только Святым Духом питаешься. Запричитала, как всегда, и говорит, ой, да я-то сейчас один кусочек мяса съем и сетехонька. Ну, потом еще там грибочек. Ну-ка, Сафарчик, ой, грибочки какие! Ой, и надо было есть, конечно, грибочек вместе с мясом. Да, Уралочка, мы помним, помним прекрасно, как я всегда говорю, тот кусочек с коровьей носочек. Ну, ничего, ничего, говорит, сейчас мы поедим. Сарафан говорит, да-да, надо же поесть, а у них в контейнере лежит все это мясо. Надо же поесть, говорит, чтобы контейнер закрывался, да, а то, что можно пересыпать куда-то еще, об этом не подумали. Она, ну, ничего, ничего, у нас целый контейнер сейчас домой привезем. Там обдугани поесть, Сафарчик любит дома поесть, а я-то нет, я-то уже кушать не буду, я-то уже сета-сетехонька. Да, друзья мои, представляете, если бы наша, наша Малаешка съедала действительно одну, друзья мои, один какой-нибудь кусочек, да, и один грибочек, то, понятное дело, сейчас бы она выглядела явно не так, как выглядит. Далее, далее собирают уже свои пожитки, собирают уже свои манатки домой и говорят, ну, вот эту банку-то с аджикой-то забери, говорит, домой, говорит Уралка сарафаном. И показывают банку, а это, говорит, у нас банка здесь, говорит, стоит с весны. Ну, ничего, говорит, потом, говорит, размерзнет. Ребят, я в шоке. Ну, оттает, отойдет и так далее. Уралка это выбросить давным-давно уже надо. Это уже непригодно для употребления, так на минуточку, поскольку банка была уже открыта. И содержимое банки надо съесть в течение трех дней. Больше, ну, нельзя, потому что можно отравиться. Может быть, все что угодно. Ребят, а они вместо того, чтобы выбросить, у них на столе с весны стоит банка аджики, только вдумайтесь, да, или с весны, или там еще с чего-то, или с осени, ну, не суть, важно. Стоит, что она у вас тут стоит? Ну, вы же приезжали недавно. Ну, возьмите вы эту банку, помойте ее, да, выбросите то, что там у вас осталось. Это уже непригодно, не, ребят? Как были засранцами, так засранцами и остались. Нашего Олега ничто не переделает. Кстати, друзья мои, да, да, как-то так. В общем-то, я так понимаю, конечно же, поездочка удалась. Самое главное, выполнили, шашлычка поели, опять шашлычный сезон, да, открыли в очередной раз. Ну, как-то так. Ну, а сейчас, мои хорошие, давайте-ка пройдем с вами по комментариям. Уралки написали, ну, да, о чем я говорила сегодня в своем первом обзоре, что Уралка всех достала сегодня своей бесконечной болтовней. Ей пишут. Блин, ну, каждое слово Сарафана комментирует. Это точно. Так, сейчас, секундочку. Каждое слово Сарафана комментирует. Сейчас, друзья мои, сейчас, секундочку. Ей все писали, все друг за другом писали по поводу того, что она просто всех достала со своим бредом. Она действительно всех достала. Она стояла и просто болтала. Такое впечатление, что ей просто не о чем говорить. А ей действительно не о чем говорить. Пишут. Кабы ты не умничала, возьми лопату и быстрехонько сделай сама. Ну, да, ну, да. Не царское это дело. Оля, нет в русском языке слова текет. Прямо ухо режет. Я согласна. Похоже, вы вообще не учились в школе. Ну, как сказать. Уралочка у нас, как я всегда говорю, букварь школы скурила за углом. Букварь скурила за углом школы. Да, друзья мои. Вот как-то так. Далее ей пишут. Оля, ну, у тебя такая речь безграмотная. Ужас. Ну, последи за ней и постарайся говорить грамотнее. Согласна. Целиком и полностью согласна. Порой слушать вообще невозможно. Кто-то пишет. Почему так много болтаешь? Ну, а что ей делать? Он что-то делает. Она стоит, болтает. Каждый занят своим делом. Кто-то написал. Оля, а нормальная лопата сразу сломается. Так что Сафар правильно делает. Что вы, что вы. Вот правильно будет именно так, как говорит сама Уралочка. Если она сказала, значит, это истина в последней инстанции. Ну, а кто-то написал, стой и болтай до вечера. Представляет себе эту картину. Сарафан уехал. Наша хохотушка свалила с концами к своей семье, да, с которой он живет вместе, как говорится. Ну, а наша красопета стоит себе и продолжает болтать свою вот эту вот пластинку. Какое небо голубое! Ой, девочки! А небо-то сегодня голубое-голубое. А свечо-то как? А хорошо-то как? Ой! А снег белый-белый, а небо голубое-голубое. Друзья мои, слава Богу, что у нас есть Уралочка, а то бы мы с вами никогда не узнали, что снег белый. А небо бывает голубое-голубое. Небо у них действительно было прекрасное. Я не знаю, Уралочка все ждет весны, ждет тепла, а я с такой любовью смотрю на это небо голубое. На это огромное количество белого снега. И вы знаете, когда уже вовсю стучится весна, я уже вам говорила, что у нас с прошлых выходных уже солнце светит, правда, еще очень холодно. Но в любом случае, как я всегда говорю, мы люди северные, мы люди крепкие, нас холодом не проймешь, да. Зиму мы обожаем. Без зимы я вообще не представляю, ну, потому что у нас все четыре сезона. Но в любом случае, вы знаете, сегодня с утра пошел снежок. И я уже сказала о том, что завтра, возможно, на 8 марта у нас тоже будет идти снег. И в принципе это абсолютно нормально, друзья мои. Ну что, Уралочка стоит, болтает, 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 болтает. Этот словесный понос можно прикрыть только чем-то одним. Либо вставить скляп в рот, либо засунуть туда еду. И только тогда Уралочка перестает, друзья мои, болтать и начинает либо жевать, либо молчать. Как-то так. Ну что, ребят, вот такой у меня получился совсем, я бы сказала, небольшой обзор, да. Обычно у меня там на 20, на 23 минуты, я имею в виду, в прямом эфире, да, ну, с премьерой, когда я выхожу. Я еще раз хочу моих хороших, добрых зрительниц поздравить, либо уже с наступившим праздником кого-то, 8 марта, у кого из девочек он уже наступил. Либо с наступающим праздником и пожелать вам всего самого наилучшего. Пусть в этот праздник ваши мечты и желания обязательно сбудутся. Хотя бы какие-то самые небольшие, вот просто. Соберитесь обязательно за праздничным столом со своими родными и близкими. Это, наверное, не наверное, а это 100% самое лучшее. Ну, а я завтра, друзья мои, постараюсь выйти обязательно, но какое-то время меня не будет, поскольку мы поедем обязательно поздравлять мою любимую бабушку, родителей поедем поздравлять, конечно же, все как всегда. Ну, а потом приедем, да, то есть несколько часов меня не будет, и если у меня будет желание, ну, я постараюсь все-таки, я думаю, что я выйду завтра обязательно в любом случае, потому что, собственно, почему бы и нет, я приеду, я отмечу, приеду и выйду к вам обязательно с очередным обзором. Ну что, еще раз вас всех целую, обнимаю, берегите себя, счастья, здоровья, любви и всяческого благополучия вам, вашим родным и близким. Всего вам самого-самого хорошего. Ваша Галинка Малинка, всем пока-пока.